Здравствуйте, я Ольга Добрякова и это программа «Область новостей». И вот о чем мы с коллегами расскажем сегодня. Не все ремонты одинаково хороши. Своими глазами сопутствующие им потери омрачают радость от обновления в доме номер 11 по улице Николая Вертый увидел Дмитрий Сергеев. Обратите внимание, как я выхожу. Тут нужно немного пригнуться и при этом не споткнуться о довольно высокие ступеньки. Трудно поверить, но это вход в жилой дом. Причем таким он стал после благоустройства двора. Вот смотрите, какой красивый асфальт. Но именно он сыграл злую шутку. Демонтировать все, что не соответствует новым требованиям. Как проходит уведомление об этом владельцев торговых точек, расскажет Павел Юрасов. Ликвидировать незаконно установленные нестационарные торговые объекты, точнее предупреждать о их будущей ликвидации, начали с улицы Куйбышева. Как вы видите, здесь сейчас меняют дорожную одежду, да и в принципе улицы ремонтируются. Так что хотелось бы 1 октября уже видеть ее обновленной и красивой. Такая работа идет сейчас по всему Томбову. Деньги на колокола собирали всем миром. За малиновым звоном в село Пахотный угол Бондарского района отправил всем Дмитрий Шаткин. Признаться, звоню в колокола, я лишь второй или третий раз в жизни. Отец Александр объяснил, как это делать правильно. И вот сейчас мы с ним это попробуем сделать. Международный день благодарности собакам. История дружбы человека с этими животными в репортаже Марины Корякиной. В лексиконе незрячего человека есть такое слово маршрут. Оно обозначает расстояние, например, от дома до ближайшего магазина. Чтобы его пройти, пройти с собакой, ей нужно его показать. Чтобы потом собака уже сама провела человека. Сегодня в областном центре на перекрестке улицы Степана Разина и Расказовского шоссе произошло ДТП с пострадавшими. На месте аварии по стечению обстоятельств оказалась и наша съемочная группа. Эта транспортная развязка печально известна многим автолюбителям Тамбова. Столкновение Волги и внедорожника в Митсубиси произошло в 11-м часу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС и скорая. В причинах случившегося разбираются компетентные органы. Один автомобиль двигался в сторону Советской, знак просто педаловый. Соответственно, он не вступает в автомобиль, который есть в областном. Мы виноваты все. Виноваты. За 40 лет работы первый путь. Перекресток. Тут есть какие-то кровь есть. Решил проскочить. И все. Медицинская помощь потребовалась водителю отечественного автомобиля. По предварительной информации, у него обнаружен перелом колена. С 1 июля этого года перечень предпринимателей, которые в своей деятельности должны использовать контрольно-кассовую технику, существенно расширился. Исключение составили только те, кто продает продукцию собственного производства на открытых прилавках. Спешат ли выполнять новые требования тамбовские предприниматели, сегодня выясняли налоговые инспекторы. В подробности проверки, которая прошла на одном из рынков Тамбова, у Дмитрия Сергеева. По поручению президента налоговая служба осуществляет два масштабных отраслевых проекта. Общественное питание и исключение недобросовестного поведения на рынках. Цель обоих проста – защитить права потребителя и предотвратить сокрытие выручки. В Тамбове торговые места на рынках предоставляют шесть компаний. С начала реализации проекта налоговики установили, что кассовые аппараты должны применять 464 юрлица и индивидуальных предпринимателя. Когда мы пошли уже конкретно в рейдовые мероприятия на рынке, то мы увидели следующую картину, что из 464 налогоплательщиков кассовые аппараты в своей деятельности не используют 191 налогоплательщик. Но на сегодняшний день в ходе проведения информационно-разъяснительной работы, рейдовых мероприятий, все 191 налогоплательщик зарегистрировали в установленном законодательством порядке контрольно-кассовую технику. Благодаря этому оборудованию многие бизнесмены и организации выходят из теневого сектора. Их деятельность и выручка становятся абсолютно прозрачными. Да и права потребителя так проще защитить. Преимущество видят и сами предприниматели. Один из них рассказал нам, что кассовый аппарат приобрел, когда его проинформировали о федеральном законе. Ну, во-первых, это удобно для меня, потому что я могу вести учет, то, что какой товар приходит, какой выходит. И это удобно для того, что я могу контролировать своих сотрудников суммы, чеки. То есть меня не обманут никто и не может. Сколько товара пришло, столько и вышло по кассе. То есть контроль удобный сам. А вот при нарушении закона придется отвечать по административной статье. Должностных лиц ждет штраф от четверти до половины суммы расчета без применения кассы, но не меньше 10 тысяч рублей. Юридических от трех четвертей до полной суммы, но не меньше 30 тысяч. Если ситуация повторится, то наказание будет строже. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Ольга Кириллова, Область новостей. Почти 8,5 миллиардов рублей поступили в региональную казну в качестве бюджетного кредита. Вопрос распределения этих средств рассмотрели депутаты облдумы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам. Средства в размере 8 миллиардов 440 миллионов рублей региональному бюджету предоставил Минфин России. Это было сделано по поручению главы государства в части проведения реструктуризации бюджетных кредитов. За счет полученных финансов в Тамбовской области планируют погасить ряд задолженностей, в том числе и перед кредитными организациями. 6 миллиардов пойдет на погашение коммерческих кредитов, 1,6 миллиарда рублей пойдет на погашение госдолга Тамбовской области и 840 миллионов – это на погашение бюджетных коммерческих кредитов в городе Тамбово. Мы распределяем, будем так говорить, эти дополнительные деньги. Члены комитета рекомендовали рассмотреть законопроект в двух чтениях и принять в целом. Ожидается, что депутаты регионального парламента рассмотрят этот вопрос уже завтра на 72-м пленарном заседании. В Тамбове вступило в силу постановление, согласно которому некоторые павильоны и ларьки могут в ближайшее время прекратить свою работу и переехать на штрафстоянку. Демонтировать первые из них могут уже на этой неделе. Сегодня городская администрация начала уведомлять об этом владельцев торговых точек. Подробности в сюжете Павла Юрасова. Ликвидировать незаконно установленные нестационарные торговые объекты, точнее предупреждать о их будущей ликвидации, начали с улицы Куйбышева. Как вы видите, здесь сейчас меняют дорожную одежду, да и в принципе улица ремонтируется. Так что хотелось бы 1 октября уже видеть ее обновленной и красивой. Такая работа идет сейчас по всему Тамбову. 23 августа утвержден порядок сноса, демонтажа или переноса техник капитальных торговых объектов, на которые у их собственников нет разрешительных документов. Профильный комитет городской администрации провел большую предварительную работу и проверил все такие точки. Из почти 500 павильонов и ларьков 83 решено ликвидировать. Здравствуйте, администрация города Тамбова. У нас принято постановление о переносе незаконно размещенных нестационарных объектов. Этот перечень попал в ваш объект. Собственник или его представитель получают на руки соответствующий акт. А на сам ларек при этом крепится требование о добровольном демонтаже объекта в двухнедельный срок. Если этого сделано не будет, то объект снесут в принудительном порядке. МБУ «Спецтехуниверсал», который уполномочен на проведение вот этих работ, будет в принудительном порядке убирать эти объекты, оставлять их на хранение. Притом они будут рассчитывать экономические расходы все свои, какие они понесли. Это работа по осносу, по транспортировке, хранению, включая оборудование. Если вдруг придется скрыть этот объект, включая оборудование, которое там находится. И потом, в случае, если собственник найдет все-таки этого объекта, он должен будет погасить все эти расходы. Выкупив свой павильон, предприниматель сможет привести объект в соответствие с архитектурными нормами и заявиться на размещение торговой точки в надлежащем месте. Согласно нормам, разрешение он сможет получить лишь в формате общего конкурса. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев, Область новостей. Не все ремонты одинаково хороши. Иногда сопутствующие им потери омрачают радость от обновления. В этом на собственном опыте убедились жители дома номер 11 по улице Николая Верты. Теперь их подъезд похож скорее на пещеру. Своими глазами увидел все наш корреспондент Дмитрий Сергеев. Обратите внимание, как я выхожу. Тут нужно немного пригнуться и при этом не споткнуться, а довольно высокие ступеньки. Трудно поверить, но это вход в жилой дом. Причем таким он стал после благоустройства двора. Вот смотрите, какой красивый асфальт. Но именно он сыграл злую шутку. Но давайте обо всем по порядку. Несколько лет жители дома 11 по Николая Верты пытались попасть в программу по благоустройству. И вот дождались. Вход в один из двух подъездов, видимо, изначально находился чуть ниже. Поэтому асфальт там поднялся на три кирпича относительно прежнего уровня. То есть получалось, что он заблокировал бы вход. И что делать, чтобы этого избежать? Конечно, удалить дверь. Кстати, она теперь защищает вход во двор через гаражи от маргинальных личностей. А новую дверь установить просто невозможно. Хорошо, что жильцам заранее заботливо посоветовали срезать козырек, который был над входом. Ну, чтобы лбами не бились и потом свежий асфальт не повредили. Обращались мы во все, так сказать, инстанции, в управляющие компании, в долговой центр. Все обещали и все от нас открестились. Это идет вот с июня месяца. Вот сейчас уже кончается август. Вот дождь идет, все заливает сюда и зима рядом. История достойно пера Салтыкова щедрена. Причем в доме, который возвели в 1960 году, хватает и других проблем. Трещины по всему зданию, электрические щитки в ужасном состоянии, трубы в подвале вот-вот протекут. А ситуация с дверью пропустила стадию домоклого меча и сразу рухнула людям на головы. Не найдя нигде помощи, жители решили обратиться к властям посредством телевидения. Чтобы нам помогли все же или управляющие, или с какого-то фонда выделили средства, чтобы нам установили нормальные двери, сделали нормальный вход, а не лазейку. Вот если администрация города это сделает, мы будем очень благодарны, естественно. Дополнительные комментарии к этой комедии абсурда излишни. Остается только надеяться на счастливую развязку, то есть на то, что измученные невниманием жители многоэтажки наконец-таки будут услышаны. Дмитрий Сергеев, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей. Тамбовщане внесли свыше 100 тысяч предложений в народную программу «Единая Россия». Они посвящены проблемам чистой воды и благоустройства, а также установке детских и спортивных площадок. Обсуждение этих инициатив сегодня стало главным вопросом 33-й конференции регионального отделения партии. Подробности в сюжете нашей съемочной группы. В третьем этапе 33-й конференции регионального отделения партии принимает участие первые лица области, партийцы, депутаты всех уровней. Главный вопрос на повестке дня – утверждение народной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы. В основе документа – предложение жителей региона. «Непременная задача, чтобы не было расхождения между теми ожиданиями, которые есть у наших жителей, не только на партии, а в целом у жителей области, с теми пунктами, которые сегодня уже носят силу программных мероприятий. Все волнующие вопросы граждан не просто должны быть на карандаше взяты, они, еще раз повторю, получили силу и статус программных мероприятий. Наша задача – на них максимально среагировать». Предложения в народную программу партии принимали в штабе общественной поддержки, через депутатский корпус, а также на специальном сайте. По различным каналам со своими пожеланиями в партию обратились свыше 100 тысяч тамбовчан. «Это же очень значимо, когда такие масштабные, масштабные от народа предложения найдут свою реализацию. Я думаю, что это даже исторический момент на сегодняшний день в нашей стране, для того, чтобы решить самые важные социальные вопросы». Обустройство освещения, проблемы с водоснабжением, благоустройство – это лишь часть тем, озвученных населением. Также в народную программу партии вошли инициативы, касающиеся заботы о семье и детях, доступности медицины, социальной поддержки и качественного образования. «Мне как ректору Тамбовского технического университета особенно приятно, что в программе очень большое внимание уделяется вопросам развития сферы образования. Причем всех сфер. Это и строительство новых детских садов, и новые школы, и программы академического лидерства, которые на сегодняшний момент развиваются в системе высшего образования». В ходе конференции секретарь регионального отделения губернатор Александр Никитин поблагодарил партийцев за помощь в сборе предложений, а также поручил регулярно готовить отчеты о промежуточных итогах исполнения народной программы. Сверять часы договорились как минимум раз в год. «Единая Россия» берется не только осуществить программу по улучшению благосостояния нашего населения, но и довести ее до логического завершения путем постоянных отчетов членов партии, всей партии перед населением страны о том, что сделано, что будет делаться каждый год. Не обошлось на 33-й конференции без традиционной церемонии вручения партбилетов в числе новых членов «Единой России», общественники, муниципальные служащие и бизнесмены. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей. В Тамбове стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2021». Сегодняшним победителям предстоит защищать честь области в финале. О стартапах тамбовской молодежи и тренде на социальное предпринимательство. Сюжет моего коллеги Павла Юрасова. Сергей заявился на конкурс в номинации «Самозанятые». В шести лет молодой человек занимается каратэ, выступает на международном уровне, а теперь и тренирует детей. Собственную школу каратэ Сергей решил открыть не в областном центре, а в родном селе в Расказовском районе. Планировалось набрать одну группу детей. Получилось даже две для детей по-младшей и по-старшей. И вот уже спустя некоторое время мы уже начали выезжать на различные мероприятия различного уровня. Были и на областных, и на районных соревнованиях. Также уже участвовали на всероссийских. И в будущих планах планки у нас стоят все выше и выше. Мечтаю вырастить именно уже чемпионов России. Заявились на участие в конкурсе 29 молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет. Всего номинаций в конкурсе 10. Среди них торговля, сфера услуг, производство, сельское хозяйство и социальное предпринимательство. Последние сейчас пользуются особым положением и всячески поддерживаются государством. Сейчас выделен в отдельный вид поддержки. Это поддержка социального предпринимательства путем предоставления грантов. Эту поддержку мы начнем буквально со следующего месяца. Гранты до 500 тысяч рублей. Предприниматели смогут заявляться на получение данных средств. Естественно, сначала нужно включиться в реестр социальных предпринимателей. В жюри вошли авторитетные предприниматели и представители институтов поддержки бизнеса. Каждый из участников презентовал свой бизнес-проект. В зачет шли в том числе экономические показатели и вклад в развитие общества. Кроме того, что молодые предприниматели сегодня посоревнуются за звание лучшего, также они будут и учиться. Конкурсантам предлагаются мастер-классы по самопрезентации, ораторскому искусству. С ними опытом поделится участница финала конкурса прошлых лет из города Липецк. Павел Юрасов, Илья Тырсов, Александр Щеднов. Область новостей. Богоявленский храм села Пахотный угол, что в Бондарском районе теперь радует жителей перезвоном колоколов. Деньги на их установку собирали всем миром. Теперь новая звонница – украшение церкви и села. За малиновым звоном в Пахотный угол отправился мой коллега Дмитрий Шапкин. Признаться, звоню в колокола лишь второй или третий раз в жизни. Отец Александр объяснил, как это делать правильно. И вот сейчас мы с ним это попробуем сделать. Главное – подстроиться под ритм. Отец Александр умело направляет, ну а мне оставалось только держать общий строй мелодии. Звонить на высоте нескольких десятков метров на фоне красивейших пейзажей – ощущение непередаваемое. Мы сразу стараемся, чтобы как можно большее количество людей участвовало в этом. И многие люди с удовольствием поднимаются, в том числе ребята с нашей воскресной школы. Мы охотно передаем навыки. Пока мы, конечно, привыкаем, потому что звонница появилась недавно. Но надеюсь, что мы усовершенствуем. Звонницу привезли летом и совсем недавно установили на колокольне. Минувшей зимой решили – этой красивейшей церкви нужен собственный голос. Бросили клич на сбор средств. Земляки с удовольствием отозвались, причем даже те, что живут далеко от малой родины. На колокольне нужно было почти 600 тысяч рублей, но за относительно небольшой срок собрали почти миллион, помогли соцсети. Некоторые земляки жертвовали по 50 тысяч и более. Им подготовили специальные деревянные сувениры. Звоницу заказали в Воронеже. Когда привезли колокола, к ним собрались все односельчане. Души у людей вообще открылись. На глазах у людей, на лицах появились слезы, когда услышали первый звон колокольни. И колокол звонит. На территории всего села слышен вот этот звон. Сама белокаменная церковь – настоящее украшение села. Ее построили в 1893-м, то есть сейчас ей 128 лет. Внутри сохранился деревянный коностас высотой более 10 метров. Храм вмещает несколько тысяч человек. В советское время тут было зернохранилище, но даже тогда односельчане строго следили, чтобы убранство не пострадало. Есть у собора и свой святой, священно-мученик Дмитрий Добросердов, который служил здесь, а затем принял мученическую смерть в 1937 году. Наверное, именно его заступничество помогает однесельчатам восстанавливать храм. В планах к началу ноября отремонтировать колокольню, а потом приступать к внутренней и внешней реставрации. Думаю, с таким дружным настроем жителям села это вполне по силам. Дмитрий Шапкин, Станислав Попов, Александр Щеднов, Область новостей. Сегодня международный день благодарности собакам. История дружбы человека с этими животными длится не одно тысячелетие. В древние времена собаки охраняли жилища и помогали пасти скот. Сейчас четвероногих используют в полиции. А еще они становятся надежными компаньонами для слепых людей в городском пространстве. Наш корреспондент Марина Корякина познакомилась с собакой-поводырем Зорро и ее хозяином Сергеем Татариновым. И узнала, как они передвигаются по улицам Тамбова. Это шлейка. Это как раз шлейка. Она нужна для жесткой цепки собаки и для того, чтобы человеку было удобно идти. То есть она состоит из нескольких частей, нагрудный ремень как раз, сама шлейка и этот самый красный крест. Вот эта вот таблица я переверну. Это знак для окружающих людей о том, что собака-поводырь. Немецкое имя Зольдер Сергей переделал на русский манер. Теперь овчарку зовут Зора. Собака-поводырь удовольствие не из дешевых. Специально обученный пес стоит 750 тысяч рублей. Однако никакого материального обременения ни зрячий, ни его семья не несут. Инвалидам по зрению первой группы таких помощников выдают бесплатно, как техническое средство реабилитации. Сегодня в России подготовку собак-поводырей ведут всего в двух школах. И обе они находятся в Москве. Собаку берут по параметрам. Собака должна быть спокойной, не бояться каких-то громких звуков. Кошка не должна на кошек реагировать. В общем, быть спокойной. После этого проходит обучение собаке. Как только собака сдает свои экзамены, она может передаваться ученику. На дрессировку компаньона для слепого у опытного инструктора уходит от года до полутора лет. Знакомство и адаптация друг к другу инвалида по зрению и животного происходит в самой школе. И занимает порядка десяти дней. В первое время капризы продолжаются и тогда, когда незрячий привозит пса к себе домой. В деревья не врезал. Но вот машину не обойдет. Может, там машину, могу зеркало задеть, еще что-то. То есть, такие мелкие какие-то детали он может... Вы уже не обойти. Ну, это чисто месть. Типа, я сделаю так, что ты вернешь меня туда, откуда взял. Ну, это первое время так было. Сейчас уже такого нет, да? Сейчас нету. Быть послушным своему подопечному – то, что входит в базовый набор навыков поводыря. Еще одна из полезных разученных команд – поднимать предметы. В лексиконе незрячего человека есть такое слово «маршрут». Оно обозначает расстояние, ну, например, от дома до ближайшего магазина. Чтобы его пройти, пройти с собакой, ей нужно его показать, чтобы потом собака уже сама провела человека. Обычно такие маршруты впервые проходят с человеком, который видит все и показывает, собственно, дорогу. При этом на каждом повороте, на каждой остановке собаке говорится, что здесь мы останавливаемся, здесь мы поворачиваем. Ей дается вкусняшка ее любимая, чтобы в памяти отложилось, что именно здесь нужно либо остановиться, либо повернуть. И таким образом она запоминает и в следующий раз уже сама проведет незрячего человека до места, куда нужно. Со своим питомцем новые маршруты Сергей прокладывает уже два года. Он и другие люди, получившие такого компаньона, говорят, что обрели таким образом шанс на полноценную жизнь. Вам самому реально это облегчает жизнь и насколько? Самому облегчает. То есть в плане куда-то пойти, да. Но тут не то что, тут есть и своя ответственность тоже. Потому что что случилось, убрать нужно. Опять же за шерстью следить надо, вычетывать собаку надо. Гулять надо в любую погоду. То есть два раза он должен пойти погулять, утром и вечером. Зато финансовая нагрузка минимальная. Государство платит на содержание пса 25 тысяч в год. Сейчас в Тамбовской области верой и правдой людям с инвалидностью по зрению служат 15 собак-поводырей. Зора среди них единственная овчарка. Остальные 14 – лабрадоры. Марина Корекина, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей. И на этом все. Телефон нашей редакции 56 46 48. Звоните, если вам есть о чем рассказать. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова